Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодняшний мой рассказ будет о таком удивительном субтропическом растении, необыкновенном дереве, которое способно украсить наши сады. Это катальпа. Ну, вообще, род катальпа, представители семейства бигнониевые, и практически все представители этого рода встречаются в субтропиках и тропиках. Даже сами катальпы, род насчитывает которых около 10 видов по различным оценкам систематиков, в основном распространена в субтропических зонах Северной Америки, а также Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что это растение субтропическое, среди вот этих 10 видов есть три вида, которые достаточно зимостойки и очень хорошо переносят условия Белоруссии, России и Украины. При определенном навыке, при правильном подборе места, я думаю, что катальпа вполне успешно может произрастать и на территории Казахстана. Выращиваются у нас в Минске, в Ботаническом саду, катальпа бигнониевидная. Вот на заднем плане у нас как раз катальпа бигнониевидная. Это самая зимостойкая и распространенная среди катальп. Кроме того, все они очень внешне похожи. Есть еще североамериканский вид катальпа прекрасная. Она отличается более крупными цветами и чуть более ранним цветением. Но, в принципе, по декоративным качествам сильно не отличается. И еще один вид, который достаточно зимостой, это катальпа бунге или форгеза, которая встречается в Китае. Все эти виды схожи по своим декоративным качествам. Отличаются обильным вот таким цветением белых цветов с таким интересным рисунком в зеве, приятным запахом цветов. И, кроме того, совершенно необыкновенными крупными листьями, которые придают этому растению откровенно такой тропический вид. Ну, в этом году лист, кстати, не очень крупный на самом деле, поскольку растение очень обильно цветет. Если цветение по каким-то причинам, ну, чаще всего это холодное предыдущее лето, если цветение более слабое, то лист, как правило, крупнее, может быть, даже в два-в два с половиной раза. Ну, и очень крупные листья на молодых отрастающих побегах. Ну, кроме того, что само по себе это дерево очень красиво и интересно, существует декоративная форма Кота Альпы. Это золотистая листная форма, это шаровидная и плакучая форма. Но, к сожалению, они могут более-менее успешно выращиваться только южнее территории Беларуси. В Беларуси они не очень зимостойки, как, я думаю, и в умеренной части России. Хотя в Киеве золотистая форма Кота Альпы очень неплохо растет, чувствует себя в ботаническом саду. Это растение, несмотря на то, что оно выглядит совершенно экзотически и очень необыкновенно, не очень требовательно к почвам. Хотя, конечно, лучше она и быстрее развивается на умеренно плодородных и влажных почвах, поскольку и в природе она встречается в таких местах. Но, в принципе, из достаточно сухие песчаные почвы она тоже может переносить, но при этом, конечно, само растение будет расти несколько медленнее. На зимостойкость это практически никак не влияет. Еще одна особенность Кот Альпы – это растение такое достаточно светолюбивое, поэтому при посадке в небольшом затенении растение будет очень быстро, чтобы быстрее вырваться из зоны тени. Если затенение постоянное и такое сильное, то ваш саженец рано или поздно погибнет. Поэтому правильно выбирайте место посадки. Кроме того, что это растение не очень требовательно, это растение, на мой взгляд, может являться идеальным растением для садок, который создается с нуля. Дело в том, что Кот Альпа вообще – это достаточно быстрорастущее растение, если не брать в расчет какие-то формы декоративные. Кот Альпа бегну неевидная, например, на умеренно плодородных почвах в возрасте 10 лет может достигнуть высоты 3,5-4 метра. То есть это достаточно быстрый темп роста. В 20 лет Кот Альпа может достигнуть высоты 10-12 метров. То есть это большое дерево, крупное вырастает со временем. Если ему достаточно питания, и если вы не поддерживаете величину формы обрезкой сильной. Но, на мой взгляд, в принципе, не стоит этого делать. Это дерево прекрасно, даже в очень крупном размере. Есть одна такая особенность у Кот Альпы. Она достаточно объяснимая. Дело в том, что оптимальным временем посадки, если вы впервые решили приобрести это растение, является весна. Весенняя посадка позволяет Кот Альпе хорошо полностью укорениться за теплый период, поскольку корни у нее развиваются именно в теплой прогретой почве. При осенней посадке вероятность того, что растение нормально перезимует в эту зиму, будет только в том случае, если зима будет очень теплая и с устойчивым снеговым покровом. Поэтому рекомендую все-таки высаживать Кот Альпу в весеннее время. При выборе саженцев следует обратить внимание на то, чтобы растение было относительно ровное. Чаще всего саженцы продаются в безлистном состоянии. Почек у Кот Альпы вы не увидите, они скрытые. Желательно, чтобы у саженца было как минимум 2 скелетных ветви. Это показатель того, что перед вами 3-4 летний саженец, не меньше возраста. Растения меньшего возраста приживаются не очень хорошо, пересадку они могут переносить не очень хорошо, и поэтому следует предпочтение отдать именно достаточно большому растению. Кроме того, корневая система у Кот Альпы хорошо развивается при достаточном поливе, и сложностей с выращиванием этого растения быть не должно особых. Какой есть момент? Очень часто люди, которые впервые сажают Кот Альпу, сталкиваются с тем, как им кажется неприятным моментом, они считают, что они приобрели мертвое растение. Но на самом деле чаще всего растение рано или поздно просыпается. Вообще это биологическая особенность Кот Альпы. Листья на ней распускаются очень поздно. Даже у растения, которое растет на постоянном месте не первый год, лист просыпается, как правило, в условиях Беларуси не ранее конца мая месяца. Если растения у нас свежепересаженные, и было в момент пересадки без листьев, то чаще всего лист распускается уже даже в начале июня месяца. Поэтому не стоит паниковать и бить тревогу. Лист чаще всего распускается, и распускается хорошо. Особенность Кот Альпы в принципе именно такая, что на ней лист появляется позже всех остальных растений. Ну, на это как бы следует делать особый упор, если вы хотите посадить Кот Альпу как главное видовое дерево в саду. У него должны быть какие-то поддерживающие растения, чтобы не казалось, что ваше растение засохло ранней весной. Само по себе это дерево требует минимального вмешательства в свою жизнь, минимального проведения подкормок. Если у вас не песчаная почва, подкормки ему вообще не требуются. Обрезка у Кот Альпы тоже, как правило, не нужна. Выполняется лишь санитарная обрезка, то есть удаляются какие-то ветви, которые загущают крону внутрь, либо ветви, которые были каким-то образом повреждены. В принципе, это растение малоуходное, и поэтому оно заслуживает несомненного появления в вашем саду. Кот Альпа не только прекрасно цветет, но и отличный медонок. Я надеюсь, что мой рассказ был полезен, и в ближайшее время в садах Белоруссии и России появится больше необыкновенных вот этих красивых деревьев. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok